Ну что, друзья, начинаем новый день. Видите, стройка идет вовсю. В общем, еще в какой-то другой эпохе своего блогерства я со своего балкона вот на зуме снимал кабину крановщика. Там один и тот же крановщик, немножко похожий на персонажа из шоссе в никуда. Ну вот, надо будет это самое, снова его приблизить, посмотреть, он же там или нет. У меня даже была мысль его проинтервьюировать для канала в итоге. Но поскольку я уверен, что никто уже не помнит то, что я его снимал, я думаю, что ни для кого это значение не имело. Сейчас не имеет. Ну и потом у меня уже сейчас немножко другой взгляд на интервьюирование именно, собственно говоря, прохожих. Вот, замечательное. Совершенно здесь вот такой он полу-бизнес-центр, полу-бизнес-центр, здесь апартаменты, по-моему. И, ну, короче, тут все круто. Ваш покорный слуга, если покорный, если слуга, здесь бывал. Короче, слушайте. Значит, сейчас, какие у меня дела. Сейчас я, как говорят на экзамене, на права водительские ищу место для разворота, ищу место для парковки. Вот мы сейчас ищем место для парковки. Здесь у меня конкретного отстойника нет, хотя, в принципе, я предпочитаю вот ездить на свой любимый Лукоил и там отстаиваться на свой личный Лукоил, как я его называю, потому что он здесь вот от моей исследовательской станции, от которой, в смысле, не исследовательской станции, тьфу, зимний московский штаб-квартиры. Он у меня на, ну, при выезде к МКАДу, и, соответственно, по дороге в рай, и не только, в общем, я всегда там заправляюсь при вылете уже за пределы МКАДа. Это у меня, к этому Лукоилу у меня особо теплое отношение. Ну, и там такая дикая площадка, там можно спокойно стоять. Потом у меня еще какой план есть сегодня? У меня план сделать ревизию багажника, то есть там посмотреть, что у меня там из одежды интересного имеется. Потому что предстоит, я надеюсь, что она состоится, завтра предстоит просто такая съемка уже нового уровня для меня. Ну, а раз нового уровня, она уже накладывает на меня больше обязательства. Обязательства в плане творчества, это всегда, я считаю, отрицательный эффект имеет. Но тут, значит, условия диктую не я один, а, собственно, просто обстоятельства. Обстоятельства бизнеса и обстоятельства фирмы, скажем так. И все эти обстоятельства, перечисленные, они, собственно, говорят мне, что мне нужно одеться в строгий костюм. А это очень сильно не входит в мои представления. Вообще, я, вчера я примерил этот строгий костюм, собственно говоря, свой, да. Ну, короче, свадебный костюм. И тут я, главное, и говорю, говорю, а что, говорю, если вот мужчина, которому много раз женится, да. Я считаю, что вот здесь, кстати, у меня был отстойник, я тут стоял. Сейчас поедем на, все-таки на заправку. Там можно и лексикчик взять. Ну, короче, я и говорю, а вот те мужчины, которые много раз женятся, а что вот они... Наверное, были такие, которые в одном и том же костюме это делают, я бы вот так сделал. То есть одевал бы исключительно его на свадьбы. По-моему, круто. В этом есть определенный такой линчерский юмор. Да, и я сейчас не могу пока сегодня выкладывать в прямой эфир, а поэтому я выложу в другой день этот ценный контент того, как я еду. Но ценный. Он ценный, ценный для моего канала. Вернее, он не ценный, он просто его составляющая. Еще раз говорю, что в моем представлении... Вот здесь был Шелл. Шелл здесь был. Ребят, ну где он, я бы не могу. Вот этого не было, а Шелл был. Ой, вздохи москвича.